успел 100 калорий только с почты ребят всем привет с вами снова солид срочный обзор вот что достал голландский паек и сразу к делу перед нами вот такой паечек в прозрачном полиэтиленовом пакете с ручкой что очень хорошо и кстати на нем не написано что это голландский паек то есть вот просто надо в это верить рацион W меню номер 2 код 32 чтобы это не значило на борту находится 4833 килокалория и весит все это дело 1804 грамма и скажу что для такого рациона вполне неплохо если кому-нибудь интересна стоимость то вот она на экране и давайте наконец разберемся как же правильно Голландия или Нидерланды постараюсь коротенечко во-первых правильно Нидерланды потому что Голландия входит в состав этой страны как провинция причем есть северная и южная Голландия а вся путаница произошла из-за экономической важности Голландии так как многие купцы представлялись голландцами на данный момент численность жителей Нидерландии 17,5 миллионов человек средняя зарплата там почти 2800 евро а численность армии 33 тысячи солдат и офицеров по поводу сухих пайков тоже не все так просто существует три типа обычный в картонной упаковке который я никак не могу достать полиэтилене это для арктических миссий то что у нас сейчас как раз на обзоре и самый редкий аварийный но он поставляется только во время войны поэтому его никто не видел среди остальных версий пайков существует аж 8 разных меню на данный момент у нас второе и давайте уже наконец продолжать но для начала ребят, больше чем уверен что почти у каждого из вас в семье есть автомобиль который необходимо обслуживать но многие теряют на этой процедуре до 10, а порой и до 15 тысяч рублей потому что не пользуйтесь сайтом автоспот.ру на котором уже собраны все предложения от всех официальных дилеров и проверенных сервисов вам достаточно выбрать свой автомобиль и нужное то перед глазами появится карта на которой уже указаны все предложения и рейтинги таким образом вы сможете понять где можно не только сэкономить но и где лучшее обслуживание поэтому если вы планируете поменять масло, фильтры в общем обслужить машину то обязательно заходите на автоспот кстати, чтобы зафиксировать за собой скидку достаточно просто оставить заявку в два клика а еще сайт абсолютно бесплатный не нужны никакие регистрации и прочая ерунда так что пользуйтесь ссылочка оставил в описании по традиции начнем как всегда с упаковки в общем-то о ней говорить на самом деле уже нечего ну пакет и пакет плотный полиэтилен из плюсов если правильно закрыт то практически водонепроницаем и также его можно открыть руками без всякого ножа но это палка о двух концах потому что можно что-то спереть и положить обратно на склад или что-нибудь подсунуть это еще хуже другими словами еда от внешнего захватчика вообще ничем не защищена я просто хочу есть вскрываем, вываливаем в общем-то несмотря на все разнообразие структура проста вот в этом основном пакете находился один маленький пакетик с мелочевкой другой чуть побольше с той же мелочевкой и основные блюда Два блюда по 400 грамм каждая вот в таких пакетах. Два сублимированных блюда. Одна тортилья. Вот такой протеиновый молочный напиток. Ну и все остальное это тоже напитки. Причем самое же абсурдное это даже не количество, а то, что здесь написано. Помните, пожалуйста, наш аналог. Ну все просто. Напиток с малиновым вкусом. Все. И состав минимальный. Здесь с этой стороны целая азбука. С этой стороны не пойми что. Зачем? Что касаемо маленького пакетика. Вот тут мне логика понятна. В основном здесь одна сыпучка. Это два бульончика. Добавочный к предыдущим напиткам. Три чая разных сортов. Черный с лимоном и зеленый. 25 грамм сахара. Блин, ебаные. Просто я в шоке. Они в сахаре пишут состав. Соль 0 грамм. Логично. И отдельный пакетик сухого молока для кофе. Вот в такой упаковочке жидкий шоколад. Спейси соус. Соль, перец. И три пакетика с растворимым кофе. Я надеюсь, они понимают, что они осознанно уникают своих солдат. Потому что в неподготовленном организме такое количество воды просто несет опасность. Почки не справятся. Так, что касаемо этого пакетика. Здесь все достаточно просто. Непонятно, как доехавшие до меня галеты, либо печенье. Ты тут как оказался? Тунец. Ну, конечно же, надо добавить энергетический батончик. Небольшая вакуумная упаковочка орешков. Вот это непонятно что. Такое вижу вообще впервые за всю историю обзоров пайков. Будем посмотреть. Пин-аут-бутер. Два вида джема. О, отдельная витаминка, как у нас. Знаете, вот это поливитаминный комплекс. Вот здесь вот аналог витамин D3. Вот такие бубльгумы, то бишь жвачка. Влажные салфетки, сухие салфетки. Вот такие, ребят. Я первый раз вижу зубочистки. И же кто-то вытачивал. Единственный, кто может страдать подобной ерундой, это заключенный в гаге. За 10 лет я ни разу такого не видел. Бакелитовая ложка. Слушай, она прочная. Была. Говно. Ну не просто некачественно. Делают так, как будто умышленно это делают. Ну куда вот это вот. Бедные, бедные солдаты НАТО. Они же неподготовленные. Ладно я все это сейчас хомячу за раз. Не пропадать же добру с другой стороны. Они этого и не видят. Поэтому давайте переходить уже к трапезе. Поскольку еды здесь очень много, я понятия не имею, как они делят все это на завтрак, обед и ужин. У нас получилось вот так. Ну надо сразу наесться перед обедом. На завтрак у нас две кашки. Это мюсли с кукурузой. И те же мюсли, только с ванильной, яблочно-черничной смесью. Причем черники здесь не пожалели. Ее видно. Вот давайте с нее и начнем. Причем обращаю ваше внимание, что на упаковках указаны ватер-линии, по которым можно ориентироваться. Причем самое интересное, что здесь разное количество воды надо добавить. Тут 150 миллилитров, а тут 115. И самое интересное, что они действительно одна чуть выше, другая ниже. Заморочились. Им же надо это правильно еще и приклеить. Понимаете? Все для людей. Что я здесь вижу? В основном это, естественно, овсяные хлопья, цельное сухое молоко, сушеные яблоки, аж 11%, сахар, молочные белки, сублимированная цельная черника и ароматизатор в ванили. Погнали. Блин, сука, жалко ты это не попробуешь, Серега. Ну, понимаете, что это нежность? Ласкает язык. Она делает ему массаж. Если что, руки забыл помыть. Вот она где. Ну-ка, иди сюда. Ну да, я вот так и знал. Я как чувствовал. Видите, они скопировали все практически у американцев. Даже по запаху. Нельзя надолго отрываться от трапинга. Пожалуй, это самая нежная каша, которую я пробовал в своей жизни. Очень молочная, очень сладкая, но нетерпкая при этом. Отлично. 10. У нас же серьезный обзор сегодня. Теперь кукуруза. Выглядит совершенно иначе. По составу 31% кукурузы, соль, ячменный солод, эмульгаторы, моно- и диглоцериды, жирных кислот. Погнали. Ой. Дело в том, что я никогда не пробовал рис, совмещенный с кукурузой. Вот представьте это себе в голове. При этом почти что нет сахара. Может, я не прочувствовал. Чем они это кормят? Тьфу. Это чистейший комбикорм для свиней. Очень вкусно. А что мне делать? Работа такая. Чем больше съешь, тем меньше тарелку мыть. По баллам. Два. Следом, давайте попробуем таблетосину, потому что сейчас начало дня, это логично, чтобы все в меня впиталось. Итак, я напомню, что здесь витамин D, а у нас поливитаминный комплекс, у нас больше витаминов. Сладенькая. Больше похоже за скорбинка. С небольшим намеком на лимон. Ушла и не заметила, надеюсь, что это не для обеззараживания воды. Насчет кофе. Все, как всегда, по традиции, развели кипяточком трехингредиентный сосав. Это сахар, сухие сливки и сам кофе. Погнали. Слабенько. Я привык дома к другому уже. Что может быть лучше двойного эспрессо в 30-градусную жару? Это мне очень необходимо. Поехали! Поехали! На нем долго не стоит задерживаться. Обычный, среднестатистический, не хороший, не плохой. Как у американцев примерно. Все то же самое. А вот это уже другой разговор. Я уже лет 7 говорю, в принципе, одно и то же, что вот такого не хватает в наших солдатских пайках. именно мучных изделий. Потому что из мучного у нас только галеты. Что так трудно сделать? Так трудно спечь пирожок, который хранится минимум два года? Наверное, да. Ну, там технологии. Ой, как смертная казнь-то нужна. Не, ну вот с другой стороны, а дохера на бет? Оно вот как будто бы только что из духовки. Оно влажненькое и плесень не растет. Ванилька пошла. Вот оно прям. Вот то самое ощущение, когда ты прям чувствуешь, как жир откладывается у тебя в боках из-за этого. Вот каждый бы день это ел. Ну, как же, зараза, это вкусно. По вкусу ближайший родственник это наш родной кулич. Только без дополнительных украшательств и здесь меньше сахара. Все. Поэтому по баллам, естественно, десятка. Давайте не останавливаться, двигаться к обеду. Ребята, я сегодня довольный, потому что на обед у нас будет, во-первых, это суп, две порции, и на второе, и третье блюдо по 400 грамм. Ребят, я впервые вижу на обзоре блюдо, которое не надо отдельно готовить, 400-граммовую версию. Это паста болонеза и чили конкорне. Единственный нюанс, эти пакеты невозможно нормально вскрыть руками, они будут рваться, причем криво. Поэтому, чтобы сделать все красиво, я воспользуюсь своим новым ножом от кузницы Барк, который называется Пауку. Это традиционный финский нож от мастерской Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Его используют для рыбалки, охоты и даже резьбы по дереву. Удобная рукоять сделана из венгия, а лезвие из надежной стали ХА-50 Хром Малибдон Ванади 15 с твердостью 58-59 по роковиллу. Это реально мощный, крепкий нож, который будет служить вам верой и правдой целую вечность. В комплекте идут кожные ножны, и, кстати, нож не является холодным оружием, сертификат прилагается. Кузнец дает пожизненную гарантию на этого красавца. Однозначно рекомендую кузнецу Барк. Заходите к ним в WhatsApp или Telegram по ссылкам в описании, заказывайте себе крутые ножи ручной работы, а по кодовому слову Solid10 получите скидку 10%. Любой обед в нашей стране начинается с супчика. Это давняя традиция, поэтому не буду ее нарушать. Значит, супчик здесь, ну, такой себе. По сути, это бульончик. Значит, что я здесь вижу? Огромное количество, опять же, моркови. Правда, она в Европе, видите, измельчала, не то, что наша. Во-вторых, вот эти белые непонятные множественные точки, это у нас жирок. И в целом пахнет галиной бланка. Погнали. Знаете, что напоминает? Куриный дошик просто без лапши. Вот этот бульон, все. Вот она благодать. Крылья расправились. Едем дальше. 10 баллов, естественно. Следующее блюдо имеет очень пафосное название. Чили конкорне. Это мексиканско-техасская кухня. И в переводе означает чили с мясом. Еще из интересного то, что здешняя фасоль, так и написанная, не из Евросоюза. Откуда, непонятно. Лукашенко продал. Ну что тут такого? Ну-ка. Это блюдо для веганов сразу. Вот, я узнаю. А, вот оно что. Помните, мы в свое время очень много обозревали американских МРЕшек. И в каждом МРЕ, где были бобы, плюс-минус был одинаковый соус. Так он здесь. Только более качественно, меньше химозы и больше порции. С небольшими нотками перца. Я так понимаю, что перец здесь нужен только для того, чтобы хоть какой-то вкус это блюдо имело. Рис, бумага, фасоль, тоже никуда. При этом, для любителей пикантности здесь есть специальный острый соус, добавочный к этому блюду. Смотрите, берем вот так вот красиво, все в центр вливаем. Погнали. Нормально. Не перемешал. Хорошо. Все хорошо. Во-первых, чувствую огромное количество уксуса. Это всегда так было. Берете сразу вот эту ложку, видите? Фишка в том, что когда ты его пробуешь мало, ты такой, остро, не могу. Но когда ты пробуешь его много, сперва ты ощущаешь совсем другие нотки. Не хватает хлеба. У меня есть тортилия. Во! Нас встречают абсолютно одинаковые лепешины. Единственное, что меня смущает, это запах. Но его можно перебить блюдом запросто. Пахнет чуланом, на самом деле. И пока меня не прошиб насморк, надо употребить это все быстро и резво. Видали, какая красота? Прям пирожок. Вот оно. Конкорне. Ты чувствуешь? Я не знаю, что они сюда добавили, но благодаря этой лепешке не чувствуется острота. А еще есть соус? Хоть чуть-чуть. А то прислуха такая пошла. О! Даже запах другой. Прямо прошибает. Погнали. Ммм. Да. Вот за это ставлю полный зачет. Сразу десятка. Вы понимаете, болоньеза это мое самое любимое зарубежное блюдо. У нас таких пайкак не встретить, поэтому оно зарубежное и любимое. Так кто из нас пропагандист? Я в шоке. Это как? Ресторальное качество. Полный порядок вообще совсем. С маслицем и вот тут адекватное количество, сколько надо. С мясом огромное количество. Вот прям думаешь, сейчас буду жевать. Оно вместе с маслом очень хорошо проходит сквозь глотку и оседает где-то вот здесь в этом месте. Я прям чувствую это. Даже не докопаться. Это шедевр. И самое главное макароны. Их ровно столько, сколько надо для того, чтобы этот вкус баланеза не надоедал. Ешь как будто бы пельмени. Присылайте. Уничтожим. Естественно, мне этого мало, но тем не менее, для маленького солдатика сойдет 18 лет от роду. Конечно, он будет рад. Но здесь-то катастрофа. Ты посмотри! Этим невозможно наесться. В общем, нам надо срочно что-то делать. Поэтому переходим к батончику. Выглядит он знакомо, но уже не так, как зимой. Я прям чувствую вот это маслице. Оно оседает на пальцах. Оно липкое, такое приятное, мягкое. Классное. Он буквально раз как фруктовая жвачка по вкусу. Как будто бы арбузиком одает. Вишенка, ванилька. Дальше я уже не заметил, проживал. Вердикт мало, это не обед. Надо переходить к ужину. Тем более время. Так, вот хотите верти, хотите нет, а основного блюда на ужин у них нет, потому что съедено все уже на обед. Здесь остались только бесконечные, как я уже говорил, напитки и вкусняшки. Вот сейчас с них и начнем. Во-первых, это рыбка от компании Арифа. Знакомая вещь, это тунец, да не простой, а вместе с лаймом и перцем. Выглядит потрясающе, и представьте, какие технологии нужно иметь, чтобы вот в такой пакет законсервировать рыбу, которая после двух лет не превратится в сюрстреминг. Запашок, конечно, прямо скажу, не очень пахнет консервной банкой с уксусом. Положил на эту рыбку вот на такие красивые и очень необычные галеты. Первый раз вижу такой. Называются эти галеты хведоклид. По-нашему пшеничные отрубя. Если их пробовать отдельно, вот трава травой, как будто пакли, знаете, но вместе с рыбой, я думаю, зайдет. Зараза, я еще такой бессовестный говорил, что-то про наши галеты, что это картон. Вот картон из вторичного сырья. Ну, вот совсем хрень. За рыбку ставлю 10, очень мягкая структура с приятным лимонным привкусом. Это нечто, он усиливает еще вкус рыбы. Гениально, замечательно. А вот за этот бакелит ставлю 2. Куда ты пошел? Не выливай воду. Пить. На очереди у нас арахис барбекю. Выглядит как минимум непривычно. Он весь такой панированный, жирный, весь в масле. Внутри, конечно же, орешек я попробую. Вот сам орех, если его очистить, как семечко, и пробовать без этой шелухи, потрясающе. я надеюсь, что так его и надо есть. Потому что если совместно, острое, песочное, скрежетит на языке, а можно еще? Короче, в подобной дряни у нас в магазинах продаются сухарики. Понимаете, что это есть невозможно? Помоги. Ни за что! Давай, тащи катку. Глазами уже помогают жевать. Откнись. Ну, ты жуешь просто какой-то объект, который не ассоциируется с орехами, только очень насыщенный, жирный, пересоленый и острый по вкусу. Клень, кол, фу. Так, но меня не сломать, переходим к вкусняшкам. Вот в этой упаковке хранились вот такие галетки. Что это такое? Собственно, это печенье с вкраплениями шоколада либо какого-то изюма. В общем, они сладенькие. И немного пряные. Такие как будто бы с укропом. Вот в ту сторону отголосок. На них я и решил выдавить джем, арахисовое масло и вот такой шоколад. Давайте начнем с шоколадки. Ну-ка. У нас лучше. Согласен. Даже вот в пайках офицерские он гораздо лучше. Согласен. Если бы это было просто шоколадная паста, это было бы замечательно. Но здесь такое количество сахара у тебя слипается в самых неподходящих местах. Согласен. Поэтому за это все даем. Ну, поймите правильно. Вот она, друзья, обратите внимание, как выглядит. Вы уже догадались, что это такое. Да, это та самая пресловутая пинаут бутер. То, что так популярно в Америке, они там едят из таких огромных банок. В России это, к сожалению, не прижилось. Ну, и слава богу. Вот есть ножка, нет? Я знал, что она вяжет рот. Я знал, что после нее хочется очень пить. И вместе с этими галетами, которые и так сухие, она мне подарит такую сухость во рту, что я даже говорить не смогу. Структура такая, что щеки к деснам прилипают, из-за этого ты боишься их укусить. Причем интересная послевкусие. Если у американцев она такая, знаете, более соленая, то здесь больше к нашей халве сладкая. И несмотря на то, что она изначально была такая некрасивая, непрезентабельно жидкая, все равно поставлю высокий балл восьмерочек. Вот он мой маленький, мой единственный неповторимый абрикосовый джем. Обратите внимание на консистенцию, чистота и умиротворение. Это божественно. Вот опять же, волей-неволей возвращаешься к вопросу о наших пайках. Почему у нас из джемов только яблочное повидло? Ну, неужели так сложно сделать из персика? Из груши? Из ягод? Нет, яблочное повидло. Десятка. Господи, вот они. Наконец, мы дошли с вами до этих бесконечных напитков. Давайте начнем с необычного, пожалуй. Есть два вот таких. Почти что напитка, вот это уже не совсем напиток, а это типа что-то нашего какао. Погнали. Очень насыщенный. Я не представляю, сколько нужно воды в целом на сутки, чтобы солдат правильно это все приготовил. Потому что у меня вода кончилась. Вкусно. И, между прочим, в отличие от шоколадной пасты, не так уж и сладко. Вот это зачетно. Семерочка. Далее идет протеиновый молочный напиток. Я понимаю, что я добавил, наверное, слишком много на такой стаканчик, но это было исключительно мое решение, чтобы понять, насколько этот напиток может быть насыщен. Погнали. Это творог просто сладкий. Да, причем он прям вот такими комочками, я думаю, что это за отвратная хрень, почему он не растворился. Творожок. Почему бы нет? Класс. Девятка. Насчет чая. Тут все просто и банально. Три разновидности. Это зеленый чай, чай с лимоном и breakfast чай. Давайте попробуем сначала зеленый. Наконец-то. Липтон. Хрень. С лимоном. Где лимон, не понял. Два. Все то же самое, только вообще без вкусов. Три. И пару слов насчет изотоников. Все мы знаем, что это специализированные, витаминизированные, восстанавливающие солевой баланс в организме после физических нагрузок напитки. Я повторяю и настаиваю, что это для одного человека слишком много, тем более на сутки. Вот одного бы хватило за глаза, учитывая все предыдущие напитки и даже таблетку с витамином Д. Также я нашел ответ, почему здесь так много текста. Дело в том, что компания Арифа поставляет во многие европейские страны подобный сорт напитков и, соответственно, надо писать на нескольких языках одинаковый текст. Здесь конкретно используются аж 4 языка и в основном здесь написан состав Е330, Е332, 333, 331, Е414, кальций, Д-витамин, ДЛ-альфа какой-то, в общем, куча всего непонятного, мне медики должны в этом разобраться. Давайте начнем вот с такого напитка, по-моему, это лимонный, первый раз такой пробую, очень насыщенный, даже не лимон и не лайм, а помело, прям такой с небольшой горчинкой, и по вкусу, кстати, тоже замечательно, потому что напоминает свежевыжатый сок, ну, вот этого, не наш вот, десятка вкусно, значит, второй выглядит следующим образом, в принципе, то же самое, только еще более желтый, по вкусу и насыщенности примерно все то же самое, только со вкусом ананаса, тоже качественный, как будто ты пьешь свежевыжатый ананасовый сок, это клево, видали, как наука пищевая пошла вперед, буквально за несколько лет, раньше такого в помине не было, ты пьешь прям и чувствуешь химозу, да, какой-то привкус, возможно, похожий, а тут ты никогда не отличишь от свежевыжатого, вот поставь мне два стакана, я не пойму, вот это они подбирают, конечно, вкусовые данные, и прям пить его хочется, супер, ну и третий напиток, по аналогии с предыдущими, такая же химоза, просто со вкусом орейндж, то бишь апельсин, погнали, охренеть, этот вкус даже более естественный, чем настоящий, потому что настоящий, он тоже может быть разный, недозрелый, перезрелый, от этого зависит сахар в этом фрукте, количество его, а тут прям идеальный, знаете, образцовый, круто, за это я ставлю 10, и остались у нас вот такие разноцветные жвачки, синенький цвет и зелененький цвет, по сути, да, орбит, все по умолчанию, синенький это мята, и зелененький тоже мята, отличаются только красителями, а сейчас традиционный вердикт, не, ну, они, конечно, жируют, слушайте, я почти наелся досыта, замечательное соотношение веса и количество еды, у нас гораздо меньше, хотя количество калорий почти одинаковое, и, кстати, знаете, сколько воды потребуется солдату, чтобы все это правильно приготовить, 5,5 литров, это я еще не считал просто воду, которую обязательно захочется попить без химозы, а учитывая, что этот паек бойцы видят только на учениях, и то, когда полевая кухня не успела развернуться, то я вообще не понимаю, откуда берется время все это сожрать, когда я играл в страйкбол, на суточных играх было время только поужинать и позавтракать, все, и то, там особо много не поешь, потому что потом бегать не сможешь, тебе плохо будет, и откуда взялся такой огромный паек, и почему именно у Нидерландов, я понятия не имею, но к качеству еды вопросов вообще нет, все на высшем уровне, единственный вопрос, почему только одна ложка, и где, зараза, разогреватели, вот, как-то так, ребят, на этом пока что все, всем огромное спасибо за просмотры, напоминаю, что для тех, кто подписан на Бусти, ролики выходят быстрее, чем на Ютубе и без рекламы, поэтому, если хотите такой бонус, то ссылочка есть в описании, заодно канал поддержите, спасибо всем за лайки, комментарии, подписывайтесь на Ютубе и скиньте этот ролик друзьям, мы с оператором стараемся ради вас и рады любой поддержке, всем удачи, всем пока!